Сегодня зашла в фикс прайс. Увидела здесь вот такие интересные книжки. От чего и почему? С интересными вопросами по 77 рублей. Причем здесь энциклопедия, искусство. Все книжки яркие, красочные. Сделаны, смотрите, обложки такие классные. Про древнюю Русь искусство, лесные животные России, подводный мир, где что, почему. Как раз для развития ребенка то, что надо. Где и как развивается яйцо. Появились в магазине вот такие вот магнитики для записи на холодильнике. Очень прикольно. И вот такие вот, смотрите, калькуляторы по 99 рублей. По-моему, тоже отличная цена. Здесь что-то интересное такое. для дизайна ногтей. Штучки-дрючки. Здесь пока что ничего нового не вижу. А, ну вот эти вот подставочки для кисточек разнообразные. Вот такие вот разные коробочки-сундучки. В общем, в экспрессе ничего новенького не увидела. Ну, вот что новенькое я вам показала. Сейчас хочу зайти в спортмастер, посмотреть, что там интересного появилось. Так, в спортмастере, мне надо посмотреть, Ваня, какие-нибудь тепленькие штанишки, потому что у нас сегодня с утра уже было 9 градусов. Может быть, какие-то флисовые. Не знаю, сейчас посмотрим, что здесь вообще есть. Куточки тепленькие. Вот они, симпатичные пумовские штанишки. Так вот всё это выглядит. С пумой. 1599 рублей. Стоят брюки. Это со скидкой. Сейчас посмотрим, что ещё есть интересного. Ну, это просто обычные, стандартные брюки. В общем, что-то флисовых никаких я... А, вот какие-то утеплённые ещё. Посмотрите. Сколько у нас такие стоят? Ну, смотрите, в общем... 1199 рублей цена. Дорогие. Тоже немного утеплённые. Но это вот вообще, казалось бы, за что? Что тут? Обычные маленькие какие-то брючки. Вот такие тоже демиксы. То же самое. 1200. Брюки. В общем, сейчас на зиму тоже нужно покупать какие-то утеплённые ботинки. Ботинки стоят 5000 практически. Дешевле 4000 от Винтур. На девочек сапожки подешевле. Всем привет, друзья! Теперь уже из Зеленограда. Прилетели мы домой 19 сентября. Сегодня Ваня у нас пошёл первый раз в детский сад. Пошёл, как всегда, со слезами. С рёвом. Полуночи не спал. Волновался. В общем, не знаю, что с ним делать. То есть у него сейчас уже... Ну, фактически я даже не знаю, сколько год осталось ему или два до детского сада. Сейчас у него возраст получается 5 лет 7 месяцев. Он пойдёт в школу либо в 6,7, либо в 7,7. Сейчас нужно активно готовиться к школе. А в сад он не хочет ходить категорически. Сейчас Шила с вами разговаривала, увидела, что у нас, оказывается, есть городской психолого-педагогический центр. Как раз-таки у них здесь консультативно-диагностическая помощь, коррекционная помощь. В общем, сейчас зайду, узнаю, что это вообще такое. И о чём. В общем, очень сильно удивилась я, что, оказывается, у нас при департаменте образования города Москвы есть такая вот служба городской психолого-педагогический центр. Сейчас я зашла, всё узнала там, что и как. В общем, в принципе, из документов паспорт с НИЛС свидетельства о рождении ребёнка и записали нас на консультацию к психологу. Всё это бесплатно. Потому что я, честно говоря, уже хватаюсь за голову, не знаю, что делать. Вот если кто-то видео наше смотрит, то на видео Ваня такой раскованный, постоянно что-то хочет сказать и всё такое. Но как только он видит каких-то незнакомых людей, то в ребёнка как будто бы демон вселяется, он сразу же теряет дар речи, он становится такой тихий, скромный, ему ничего не надо, он ничего не хочет, всех стесняется, всех боится. Так как сейчас уже всё-таки нужна активная подготовка к школе, то я прям даже не знаю, что с этим делать. То есть мы нашли какие-то курсы рядом с домом, у нас есть уникум. Там к нему нашли подход. Он ходит, но ему этих курсов недостаточно, и там очень мало детей. То есть у него самая главная проблема, что ему нужно с кем-то подружиться, с какими-то ребятами, а там, получается, он ходит там вдвоём, допустим, в группу. На час они приходят, и всё, и расстаются тут же. То есть, конечно же, этого общения ему не хватает. А в саду пока что, пока что, пока что очень как-то проблемно. Пришла за Ваней в садик. У них здесь такие в саду висят интересные правила дорожного движения, картинки. Сейчас, видимо, так много случаев, когда детей избивают по дороге, что у нас в саду везде именно правила поведения. В транспорте, во дворе. Сейчас там все кушают, ложками стучат. Сейчас посмотрим, Ваня в настроении выбежит или нет. Ты говорила, какао. Какой какао? Какао? Какой какао? Ты сегодня говорила, что сутки... А, ну чай был. Да? Ну да. Ну ты довольна сегодня? Я, смотри, с утра рыдал. Сейчас как ты из садика идёшь? Нормально. Нормально? Играл с кем-нибудь? Мам, уже все были в футболках ходят. А ты в кофте, потому что в саду холодно. В саду у вас 20 градусов, наверное, сейчас. Мам. Ну, у нас все в футболках. Ну, давай, так как куртка у тебя тёплая, ты, наверное, снимай, снимай-снимай кофту сейчас. Только куртку одну одень, потому что там на улице 10 градусов. Так, вот так вот, в общем, забрала Ваньку из садика. Идёт с утра довольно счастливый. Ты совершенно не помнишь, что сегодня ныл с утра, да? А в саду, ну, расскажи. Плакал сегодня в садике? Нет. Это я в фикс прайс заходила. Сейчас мы с тобой сядем на детской площадке, посмотрим, что я купила тебе в фикс прайсе. В общем, вот так вот. Когда Ваню забираю из садика, то довольно счастливый ребёнок. Когда с утра веду, это что-то с чем-то, понимаете? Это дайте маме спокойствие, чтобы всё это вытерпеть. Потому что это не хочу, это не буду, есть не буду, чистить зубы не буду, умываться не буду. В общем, и по любому поводу истерика. То есть он так вот напрямую не говорит, что я там не пойду в садик, потому что знает, что я буду возмущаться. А вот, ну, что угодно. Вот там пальчик ударил, ещё что-то. В общем, записались. Записалась сегодня я к психологу. Будем разбирать мы эту ситуацию. Что, в чём дело и как. Так, потом появились у них расценки. Сейчас все занятия в детском саду с детишками платные. Ну, честно говоря, расценки хорошие. 275 рублей логопед одно занятие. Не знаю, правда, будет ли толк от этих занятий. Так, ну вот так вот снимаю, что купила я Ване. Вот эти вот, ну, это не Ваня, а магнитики. Мне нравится, на холодильник можно повесить. Очень удачно, что можно всё написать, то, что тебе нужно. И вот этим вот кончиком филомастера на магните всё это стереть. Держи, буду тебе откладывать то, что уже не надо. Детсадовец ты мой. Потом купила калькулятор. Дома всегда нужен. 99 рублей. Калькуляторы нынче дорогие. Тут даже написано, что в комплект входит батарейка. Ваня довольно счастлива будет считать, да, на калькуляторе? Я уже включил. Ты уже включил. Уже ноль. Потом вот такие вот книжечки. Мне очень нравятся. Они дешёвые. Ты уже набрал даже цифры какие-то. Это вот именно для занятий с ребёнком. Дорисуй вторую половинку. Вот это вот найди 10 отличий. Это вообще наша самая любимая игра. Мы очень любим с Ваней играть. Дома найдём их, потому что я люблю отличие. Я знаю, что ты любишь, поэтому тебе взяла. Вот, видите, тень найти от этой картинки. Очень важно с ребёнком заниматься, конечно же, на эту тематику, чтобы он чаще пересказывал, что-то рассказывал. Ну и не устояла, купила всё-таки эту книжку, что, где, почему. Потому что Ваня сказки не любит у нас читать. Зато он обожает вот такие вот всякие книжки, которые именно рассказывают, что, как и чего. Видите, почему на коже много волос, что такое боль, почему от смеха текут слёзы, почему ходить полезно, такие вещи. Ну, как бы всё это недорого и полезно, и информативно. Да. О, стрельки. Почему обезьян называют человекообразными? Так, а ты там всё считаешь? Да. Ну что, ты сейчас немножко поиграешь на площадке, потом домой пойдём? Или как? Или сразу пойдём? Я сначала поиграю на площадку. Угу. Сегодня у нас такой замечательный день. Такой осенний день. А, солнечный, яркий. И, в общем, домой совершенно идти не хочется. Я Ваню всегда до сна забираю. Он мне ультиматум с утра ставит всегда, когда идём в сад. Только забери меня до сна. До сна забери. В общем, пойдём сейчас с ним перекусим пиццерии. Так, вот пришли с Ванюшкой фронта пиццерии. Дали нам с ним корзинку пить. Что, Ваня? Ну, ну, что там я? Что? Нам, по-моему, не надо его. А здесь, видите, вот такой вот телевизор есть для присмотра за детьми. Внизу есть детская игровая комната. И сюда можно прийти, если вдвоём, допустим, втроём с мужем, то ребёнок может внизу поиграть. Да я скажу. Скажи. Это второй этаж, а там есть первый. Да, там первый. А здесь ещё есть окно. Окно на игровое на первом. Понятно. Вот такая вот внизу детская игровая площадка. Мам, вот если вы пришли... Мам, покажи коврик. Коврик. Ну, коврики такие эти, знаете, когда расписные, типа, а-ля икеевский коврик. Вот надо разуваться. Да, вот такой вот здесь стандартный игровой комплекс для детишек. То есть дети резвятся здесь внизу. Иногда здесь по субботам и воскресеньям аниматоры. Картинки вот такие вот симпатичные разные висят. И наверху в телевизор можно за ребёнком посмотреть. Но нам пиццу, наверное, сейчас сразу принесут, Вань. Поэтому ты здесь не останешься. А. Там написано, не оставлять детей без присмотра. Решили мы сегодня устроить с Ванькой праздник себе просто так. По случаю хорошей погоды на улице. Принесли нам с ним коктейли. Я заказала себе ванильный. Молочный коктейль. А Ваня заказала шоколадный. Ну, давай, снимай пробу с шоколадного коктейля. Молочный коктейль. Молочный, да, расскажи. Ну, он молочный, шоколадный. Трубочка великовата, наверное, для коктейля, да? Что? Мам, ну как горячий шоколад? Как горячий шоколад? Понравился? Вкусненький? Мам, как горячий шоколад? А попробуй мой. Ванильный попробуй. Какой тебе больше? Мороженое. Мороженое. Да, это как мороженое должно быть. Чего? Как ванильное мороженое. Даже не ванильное, а шоколадное. Ну, понравилось-то, что больше? Какое? Белое. Белое? Ну, давай, я себе шоколадное заверу. Ты знаешь, что ванильный вкуснее. Такая непринужденная здесь атмосфера. Мы нашли фронта пиццы, называется, кафе. Ждем пиццу. Ну, тут переключки. А я сейчас поняла, что, Ваня, тебе нужно стричься. Вот у Вани теперь появились вот какие-то такие движения челюстью нижние. И я подозреваю, что это какой-то тик. И, в общем, сейчас записалась с ним к неврологу. К бесплатному у нас попасть бесполезно. В общем, к платному. Хочу вам тоже немножко показать платную клинику, как она выглядит. Посмотрим, что нам скажет невролог по этому поводу. То ли он это специально делает, то ли у него это непроизвольно получается. Сама не понимаю, почему. Вань, ты что спрятался в домик? Спишь, что ли? Не выспался сегодня перед садом? Я не выспался. Выспался? А что Буяниу расскажешь с утра? Я помню. Ну, флакал. Да, что-то я как-то поняла, что я не умею делать заказ. Спросила, маленькая пицца? Ну, вроде маленькая. Эта пицца сколько у нас? 40 сантиметров, да, Вань? Да, 40 сантиметров. И что мы будем с этой пиццей делать на десятерых? А маленькая пицца? 30 сантиметров. Надо было нам 30 сантиметров с тобой заказать. Нет, хоть бы. Ну, придется с собой домой брать такую пиццу. Да, может, не берегите. Давай, пробуй сейчас. Подожди, держи вилку тебе. А мой коктейль вкусный, ты вкусный. Или руками будешь брать? Руками будешь кушать? Давай, бери в руки, она не горячая. Что скажешь? Они очень тяжелые для себя. Кусай давай. Ну? Дегустатор. Понравилось точно? А что-то лицо кислое какое-то, нет? А, зубик болит. Мы сходим сегодня с тобой к зубному, посмотрим, что там у тебя не так. Ну, в общем, придется нам с собой, видимо, забирать. Потому что что-то прям пицца каких-то огроменных размеров. А я вот ее беру. Пришли с вами в платную клинику Аксис Медцентра. А, это мы с Оксаной. С Оксаной. Вот, Ваня, тут игрушки такие разные для детишек. Магнитик нужно привезти куда-нибудь в интересное место. В общем, все для детишек. Вот такие вот разные тоже лабиринты, чтобы она не слышала было сидеть. В общем, хочу в платных клиниках сказать, что все-таки заботятся о досуге детей. И понимают, что в очереди все-таки долго сидеть иногда приходится. И ребенку есть чем заняться. Везде, по всем стенкам, чтобы всем хватало. Есть вот такие вот лабиринтики, которые дети очень любят. У меня, во всяком случае, Ваня очень любит такие лабиринты. Божья коровка там. Внизу какие-то штуки. Здесь, смотри, Ваня, рисунки, кто детки рисовал. Киса, смотри, какая. Кирилл 8 лет нарисовал. Видишь, рыжий котенок, как ты любишь. Кирилл нарисовал. Кирилл 8 лет. Вот так вот, смотрите, оригинально это выглядит на холодильнике. Это важно. Расписание занятий. И не забудь. И ручка, она тоже магнитная. Крепится. Вот, допустим, мне нужно попасть к Ване и к психологу в 11.00. 0.00. 5.00. И вот такое вот напоминание всегда я мимо него не пройду. Потом вот так вот раз и повесил все это. На холодильник. В общем, считаю, что довольно-таки неплохое изобретение. И покупка хорошая. В общем, и так, дорогие мои, вот таким вот образом прошел наш с Ваней день. Все я вам показала. Показала какие-то новинки из фикс-прайса. Ваня, тебя так не видно. Прошлась по магазину Спортмастер. Значит, как мы сходили к врачу, к нервопатологу в платную клинику. Там, разумеется, снимать нельзя. То есть я вам показала, что я там... Каким образом это все выглядит. В общем, нервопатолог сказала, что в связи вот с этими тиками, что нужно пропить какие-то лекарства. В общем, она нам выписала тинатен детский и фенибут. В общем, если вдруг, когда-то, кому-то назначить такие лекарства детям, ни в коем случае их не давайте. Ни в коем случае. То есть я Ване дала вот этот вот тинатен. И на следующий день ребенка я не узнала. Он ходил, знаете, такой вялый, как в воду опущенный. Не пойми какой. И фенибут тоже. И, в общем, дала я ему эти таблетки всего лишь два дня. И потом в интернете, в ютубе наткнулась на одну женщину. В общем, оставлю ссылки внизу, если кого-то это интересует. И она рассказывает такие страшилки про эти лекарства, что, в общем, если бы, конечно, я это увидела вперед и посмотрела бы, как это обычно я люблю, сперва посмотреть про лекарства, а потом уже покупать. Вань, ты так вот там сел, там тебя не видно. Ты тогда зачем сел-то? Чтобы тебя видели, тогда отойди в сторонку. Вот, в общем, никому не советую тенотен и фенибут. В общем, запомните лекарства. Это дается вроде как ребенок гиперактивный, он должен немножечко там передохнуть. Нет гиперактивных детей, если не вы родители. То есть нужно постоянно искать, чем занять ребенка. Потом в этот же день мы сходили к стоматологу, и оказалось, что у Вани прорезались два зуба. Один выпадает. Ну, передний вроде как один считается, а так у него выросли, оказывается, два задних коренных зуба, и поэтому он жаловался на боль, потому что, оказывается, у него не до конца еще прорезался вот этот последний зуб, и ему было немножко больно. Вот, ну, а так мы, в общем, как бы этот влог я снимаю уже не один день, никак его в первый день не опубликовала, концовку не сняла. Сходили в садик четыре дня. Четыре дня вот уже сидим дома. В общем, у Вани трахеид. И сад, это мое все. Я не знаю, что делать с этим садиком. В общем, вот таким вот образом. Ваня у меня все кашляет. Вот выписали нам вчера, мы сходили с медициной, конечно, у нас в городе. Я не знаю, как вот у всех остальных. В общем, в Москве сейчас, конечно, очень тяжко с медициной. В общем, попасть к каким-то врачам. К лору, допустим, ближайшая запись на 10 число. Сегодня у нас 2 октября. К педиатру ближайшая запись там на 8 число, да. А ребенок болеет сейчас. Можно, конечно, вызвать врача на дом. Ну, знаете, по домам у нас сейчас такие врачи ходят, что... В общем, ходили, как всегда, вчера к лору платно. Выписал кучу лекарств. В общем, на полторы тысячи все это я купила, конечно же. Домой пришла, стала смотреть. В общем, все лекарства гомеопатические. Не знаю, гомеопатию мы до этого никогда с Вани не пользовались. И, честно говоря, все это такое сомнительно. Насколько она эффективна и насколько она помогает. Ну, в общем, вот так вот, таким образом лечимся. Что, Вань? Может, когда мы будем снимать видео дома? А мы сейчас что делаем? Казанку снимать. В общем, всем большое спасибо, что вы были с нами, что посмотрели это видео. Всем, как всегда, желаю добра, удачи, хорошего настроения и позитива. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Мяу-мяу. Все, всем спасибо. Пока-пока. Пока. Друзья мои, вопрос на засыпку. Ваня вот уже демонстрирует. Как вы думаете, что это такое? Что это за приспособление? Для чего оно нужно? Пишите в комментариях ваши ответы. Вот видите, по краям здесь такие выступы идут. И вот такое вот отверстие для носа. Подумайте, что это такое. Я уже сплю. В конце видео я покажу правильный ответ. Так, ребята, вот для чего оно нужно. В общем, вот так вот отгадка вот такая вот. Да, пипели, подалили. Это муж ходил, вот эта вот компания ЕСЭД. Он постоянно ходит на какие-то мероприятия, зовут, он пишет о них. И вот такую штуку ему подарили. Это типа как для офисных работников. Когда совсем устали, место для рук и для носа. Вот такое вот. Субтитры сделал DimaTorzok